Это деревья, которые как сухостой, так и, можете посмотреть, зелёные абсолютно, с шишечками, сосенки, ёлочки. Массовая вырубка леса в Солнечногорском районе для местных жителей стала полной неожиданностью. Тяжёлая техника и экскаваторы безжалостно уничтожают деревья. Мы против того, чтобы была полная санитарная рубка, потому что, во-первых, нарушается полностью экосистема лес. И в том месте, где вырублены леса под корень, испорчена почва. Вырубку леса проводят между двумя посёлками, Алабушево и Дедёшино. Работы не останавливаются круглые сутки, однако, когда здесь появляются местные жители, рабочие бросают технику и прячутся в этом вагончике. Скрылись они и от нашей съёмочной группы. То есть вы просто сплошняком вырубаете и всё? Ну что, не видите? А зачем вам ещё потребовалось вырубать этот лес? Да нет, детский сад вы тут собрали. Не ломай дверь, всё по голове, поскучи. А что вы грубите? Кто такие? Разрешение на работы выдал МОЗ «Убыл лес». Есть контракт с частной компанией на 770 тысяч. До осени должны очистить 88 гектаров леса. Рубка начата с участков, которые по госконтракту самые жирные, я бы так сказал, мажористые. Здесь больше всего древесины хорошие. И акты по этим участкам, они подразумевают вырубку не сплошную, а выборочную санитарную рубку. Почему рубят в период внездования? Мы только что зашли сюда, даже не дошли. Сейчас зайдём, посмотрим. Типа вы не знали, да? Я не знал. Чиновники оправдываются. Сплошная вырубка – вынужденная мера. Из-за нашествия караеда деревья здесь давно погибли. Если загорятся, пламя может перекинуться на соседние посёлки. Необходимость проведения, ещё раз повторюсь, обосновывается проведёнными актами лесополагического обследования. Идёт полностью биологическое распад насаждения, утрата биологической устойчивости. То есть это больные деревья? Ну, по сути, да. В ведомстве уверяют, что вместо срубленных посадят новые деревья. Но люди обещаниям не верят. Шесть лет назад возле Алабушева уже вырубили целый участок, а потом про него забыли. Мы видим, что по факту здесь лесовосстановление не выполнено. Это не вчера началось. Мы почему выступаем против? Потому что звучат слова красивые, цели стоят благородные. Но мы знаем результат, к чему это приводит. Пока вырубку остановили, люди намерены добиваться повторной независимой экспертизы и отмены госконтракта.